Всем привет! Недавно меня попросили показать и рассказать о схеме переговорного устройства, которая позволит разговаривать трем абонентам. Вроде бы банальный вопрос, банальная схема. Но! Поройтесь в интернете и посмотрите, сможете ли вы найти простую схему, которая без особых хлопот позволит соединить трех и более человек. Хотя бы трех. В сети полно роликов и всяческих схем разнообразных кулибинок о том, как соединить двух абонентов. Пара динаметров, пара микрофонов. Соединяем провода. Иногда используем усилители. И переговорное устройство готово. Но это устройство только для двоих. А как же третий? А как же сообразить на троих? Можно порыться в гугле. Можно поискать в Яндексе или в любых других поисковых системах. И, к своему удивлению, я обнаружил, что подобных схем практически нет. Что же такое? Давайте рассмотрим этот вопрос немножко внимательнее. Итак, схемы для двух абонентов, которых полно, о которых вовсю трубят на такие радиоэлектроники. Что они из себя представляют, эти схемы? Ну, не говоря о той, которую я уже опубликовал, это схема питания телефона без батареек. То есть можно разговаривать, соединив всего лишь два наушника или два динамика. И никаким батареек не понадобится, чтобы тихий разговор можно было производить по проводам. Схемы с более громким звучанием выглядят примерно вот так. Есть вот такая странная схема, которую вы можете встретить в сети или даже в начальных пособиях по радиоэлектронике или телефонии. В данной схеме все соединено последовательно. Микрофон, динамик, провод, микрофон, динамик, батарейка. В этом кольце, как только звучит какой-нибудь из микрофонов и улавливает звук, сразу же возникает электрическая переменная сила, которая заставляет звучать и этот динамик, и этот динамик. При этом схема на угольных микрофонах, она довольно высокоомная и требует либо высокоомные динамики, либо наушники. Хотя вполне работоспособна. По такой схеме работали допотопные телефоны. Более продвинутая схема, которую я реализовал в детстве, выглядит подобным образом. Здесь уже нет закольцовывания, когда оба динамика звучат одновременно, а микрофоны мешают жить. Здесь каждый из микрофонов соединен со своим динамиком. Этот микрофон с этим динамиком, а этот микрофон с этим динамиком. И по этому проводу продается питание. Батарея может находиться как у одного абонента, так и у обоих абонентов, но главное соблюдать полярность. В идеале в консервную банку, в которой я размещал и микрофон, и динамик, я вложил квадратную батарейку. Во второй консервной банке у меня размещалась такая же пара, но уже без батарейки. И можно было очень даже комфортно переговариваться. Такое переговорное устройство я, наверное, соберу и покажу. Ну а теперь то, о чем мы, собственно говоря, здесь и собрались. Схема переговорного устройства на троих. Как же нам сообразить на троих? Эта задачка решается не совсем тривиально. Здесь уже, кроме микрофонов и динамиков, нам понадобятся ключи. То есть переключатели, которые будут перенаправлять модуляцию одного из микрофонов на один или другой динамик. Итак, смотрите. Я, конечно, эту схему сейчас вам покажу на экране более подробно. А на листочке я постараюсь все объяснить. Что у нас есть? У нас есть абонентское устройство, которое состоит из динамика, микрофона и переключателя. Это может быть как один тумблер на два положения, так и кнопочка, которая замыкает и размыкает контакты. То бишь, таких кнопочек должно быть две. Одна и вторая. Для переговоров либо с одним абонентом, либо с другим абонентом. В таком агрегате используются всего три провода, которые надо будет протянуть до коммутационного узла. КМ-ки используются везде. То есть коммутирующие коробки, колодки или просто коммутирующий узел. Там провода перекручиваются своеобразным образом. Схема этого переключения вот здесь у вас на рисунке есть. КМ-ки служат для того, не тянуть 4 или 5 жил каждому абоненту. Мы обходимся всего тремя. Итак, у второго абонента все то же самое. Динамик, микрофон и две кнопки, либо один позиционный переключатель. Третий модуль выглядит совершенно так же. Собрать это все можно в разных красивых корпусах. Главная суть, главная схема. Итак, если нам мало слабого сигнала от динамиков или от микрофона, мы можем включить усилители. Усилитель включается вот здесь в схему питания. Как видите, я здесь изобразил корпус, либо землю и фазу. Фаза эта, скорее всего, будет плюс батареечки или плюс блока питания. Такая фаза есть у каждого модуля. Здесь можно либо поставить индивидуальные батарейки в каждом устройстве, либо же использовать провода и запитав от одной батарейки по проводу передать энергию на два других устройства. Это как вам заблагорассудится. Главная сама принципиальная схема. А теперь давайте рассмотрим процесс коммутации между разными абонентами. Ключ у нас находится возле микрофона или в микрофоне в самом. Итак, наш абонент желает поговорить с кем-нибудь другим, а возможно и с обеими сразу. Нажимаем кнопочку и замыкаем, допустим, вот эти контакты. Микрофон соединяется с вот этим динамиком. Как видите, через колодочку коммутации он соединился с этим динамиком. Сигнал пошел, динамик заговорил, абонент нас слушает. Кроме этого, микрофон, конечно, соединился с ключом вот этого микрофона, но это нисколько не мешает. Если здесь будет нажата кнопка, то можно будет переговариваться и сюда, и сюда, и сюда. То есть, если мы нажмем кнопки либо все вместе, либо поочередно, то мы можем разговаривать в комбинации либо все втроем, либо парами, либо один будет слушать, а двое разговаривать. Возможности вполне доступны и каждому. Продолжение следует...